книга открытым оком том 7 вопрос 1921 тема смерть говорят что герои смерти не боятся а их пуля боится и смерть не берет так ли это отвечает игнатий тихонович лапки что угодно только не это как можно говорить о том чего ты не видел и не испытал кто был там за гранью знаемого те уже ведут себя далеко не по вчерашнему на это есть и примеры из житий бог отодвинул смерть стоящую в изголовье по ступеням и сразу же в другой тональности и зазвучали песнопения 4 царств 20 10 и сказал языке легко тени продвинуться вперед на 10 ступеней нет пусть воротится день назад на 10 ступеней исайя 38 15 что скажу я он сказал мне он и сделал тихо буду проводить все годы жизни моей помня горесть души моей память святого афанасия печерского 2 декабря его житие как только наступило утро и гумен пришел с братьев к умершему чтобы совершить его погребение и вдруг они увидели что он сидит и плачет все пришли в ужас видя что он жив и стали его спрашивать как он ожил и что видел или слышал он же в ответ говорил только одно спасаетесь но они стали еще больше упрашивать его желая услыхать от него что-нибудь для них полезное тогда он сказал и если я вам скажу то вы не поверите и не послушайте меня братья же поклялись ему что они соблюдут все что он скажет им тогда воскресший сказал им имейте послушание во всем к игумену кайтесь каждый час и молитесь господу иисусу христу его причистой матери и преподобным отца антонио и феодосию дабы здесь в этой обители кончить жизнь свою и удостоиться быть погребенными со святыми отцами в пещере ибо эти три добродетели выше всех других если кто исполнится сие как подобает почину блажен будет только бы не возгордился а прочим не спрашивайте меня но умоляю простите меня сказав это он пошел в пещеру и затворил за собой двери пробовал там безвыходно 12 лет никогда после того он уже не видел солнца беспрестанно день и ночь плакал вкушал лишь немного хлеба и воды и только через день и во все это время не сказал никому ни одного слова